This conference will now be recorded. Мы совместно с крупнейшей аутстаффинговой компанией по BI и аналитике данных Smart Data Lab организовали данный онлайн-метап. В плане нашего мероприятия сегодня выступление крупнейших компаний, которые представят вам свои кейсы, выступления экспертов и также вакансии. Меня зовут Белова Ольга. Я занимаюсь трудоустройством выпускников в учебном центре «Спецарист». И пока мы с вами собираемся, я вам скажу несколько снов про нашу программу трудоустройства. Пока я займу вас несколько минут рассказать про эту программу, поставьте, пожалуйста, в чате уровень вашей подготовки в этой сфере. Если вы только начинающий специалист, еще нигде не учились, пришли только посмотреть, послушать, что это за направление, поставьте нолик. Если вы уже начали учиться и что-то знаете по одному из направлений BI или управления данными, поставьте единичку. Если вы уже специалист, который прошел какую-то подготовку, то тогда поставьте двоечку. Допустим, если у вас есть опыт, поставьте двоечку. Итак, пока вы даете мне обратную связь, я расскажу наш учебный центр. На рынке образовательных услуг в этом году 30 лет. Мы собираемся праздновать свой юбилей, готовим вам много подарков разных викторин. Следите за нашими новостями. Также за этот большой такой отрезок времени, сколько мы учим людей, мы поняли, что надо наших выпускников поддерживать на этапе их становления в новой профессии или на этапе их карьерного развития. И мы организовали программу помощи трудоустройства выпускника, у которой есть такие опции, о которых я расскажу сейчас очень кратко. Первое, что важно сейчас учитывать на этапе выбора любого обучения, чтобы это обучение было практикоориентированным. Потому что работодатели сейчас не очень интересуют ваши строго теоретические знания. Важно, чтобы у вас были хардскиллы, чтобы вы умели, соответственно, что-то делать. Наши курсы организованы таким образом, что они практикоориентированные. И мы учим не просто теории, но также учим, и они насыщены практикой. После того, как вы получили определенные знания, важно правильно выйти на рынок труда. Для этого для вас бесплатный курс «Успешный поиск работы и трудоустройства». Ближайшая группа вас 3 августа, можете записаться, ссылочку я отправлю в чат. Также я провожу консультации для тех, кто прошел обучение у нас за свой счет. Также ссылочку на форму для записи я вам отправлю. В рамках программы «Трудоустройство» мы проводим вот такие вот профессиональные мероприятия, чтобы поддержать вас как специалистов, помочь вам сориентироваться также на вашей профессии и на рынке труда. И последнее, что хочу сказать, это такая поддержка для вас, каналы от наших партнеров. Для удобства можете выбрать любой, подписывайтесь, следите за вакансиями. Это наши партнеры, которые обучают у нас своих сотрудников довольно качественным обучением, хотели бы видеть и наших выпускников в своей команде. Итак, сегодня у нас в программе агентство RealWeb, компания GoodData, Первый Бит и Александр Царев, SmartData Lab. И первым я хочу дать слово агентству RealWeb Леонид Енов и Ольга Лазина. Коллеги? Да, коллеги, мы представляем компанию RealWeb. Можно презентацию нам, пожалуйста? Я прошу тоже всех спикеров обратить внимание на чат. И я вижу, что у нас собрались и со всеми те, кто только пришел познакомиться с данным направлением, а также те, кто очень много людей, которые только начали свой путь в BI и управлении данными. Прошу учитывать при вашем выступлении, может быть, чтобы им немножко попонятнее было. Передаю слово, вас прекрасно слышно, готова вашу презентацию листать. Все, супер. Но всем привет еще раз. Давайте я представлюсь. Меня зовут Лазина Оля. Я являюсь рекрутером интернет-агентства RealWeb. И, собственно, я сегодня выступаю не как основной спикер, а хочу немножко рассказать вообще в целом про нас и про то, чем мы занимаемся. Можно следующий слайд, пожалуйста? Собственно, RealWeb является одним из крупнейших интернет-агентств на российском рынке. Существуем мы уже 23 года. У нас 4 офиса. Это Москва, Санкт-Петербург, Владимир и Рига. В штате порядка 550 специалистов работают. И при этом мы постоянно расширяем команду. И, собственно, у нас много актуальных вакансий, с которыми мы позже вас познакомим. Собственно, по нашей экспертизе, что мы делаем? Это контекстная реклама, это таргетированная реклама, это программатик, ну и так далее. И в том числе аналитика, как одно из основных направлений. Можно следующий слайд? Собственно, если говорить про аналитику, ее условно внутри нашего отдела можно поделить на несколько направлений. Это веб, продуктовая аналитика, аналитика BI, ну и так далее. И в каждом из этих направлений у нас актуальные вакансии. В конце у вас будет слайд, где вы найдете ссылку на все наши вакансии, и также ссылку на мой Телеграм, где можете мне написать и направлять резюме. В целом, будем очень рады с каждым познакомиться и пообщаться. Ну а сейчас я тогда передам слово нашему руководителю отдела аналитики Леониду, и он подробнее расскажет про наш кейс. Следующий слайд, если можно. Ольга и Ольга, большое спасибо. Итак, давайте я пару слайдов расскажу о том, чуть поподробнее, чем мы занимаемся в плане сбора данных. Следующий слайд. А после этого, да, действительно расскажу небольшой кейс из нашей ежедневной практики. Если говорить в таких современных терминах, то мы занимаемся всем пайплайном, начиная со сбора данных, через агрегацию и нормализацию данных, и в конце концов анализом данных. Сбор данных — это тот самый трекинг и отслеживание действий пользователей в интернете. Мы занимаемся таким сбором для веб-сайтов, для мобильных приложений, и даже для сервер-то-сервер. Система также подобный сбор умеем настраивать. В качестве интеграции данных мы работаем с крупнейшими облачными и стенд-алон хранилищами. Чаще всего в диджитал-маркетинге и вообще в диджитале стек сконцентрирован вокруг Google Клауда. Google Клауд Платформ, ну, ввиду того, что сам по себе Google является одним из крупнейших в мире рекламодателей, ну и, как следствие, инфраструктура данных, которая находится вокруг работы с рекламной статистикой, она также очень-очень круто представлена у самого Google. Но помимо Google Клауда мы также работаем с популярными на рынке BD-шиками ClickHouse, Доводилось работать в 40, LBD, Vertica, Hadoop и вообще всеми-всеми этими модными и современными названиями. Пожалуйста, следующий слайд. Для анализа данных мы используем как систему аналитики. Существуют системы для веб-аналитики, для мобильной аналитики, отдельно для маркетинговой, отдельно для продуктовой. Например, многие из вас наверняка слышали про Google Аналитику или Яндекс.Метрику. Это самые популярные бесплатные на рынке системы. Также мы много работаем с BI-инструментами, чаще с Power BI, но у нас есть довольно большой пол клиентов, которые строят свою отчетность на Tableau, ClickView, ну или даже на бесплатном Google Data Studio. Для анализа данных наша команда использует Python или Arc, как, собственно, весь цивилизованный рынок дата-аналитиков. А также мы активно используем облачные решения вроде Spark, Amazon или того же Google Облака. Помимо чисто количественных исследований, которые помогают нашим клиентам что-то спрогнозировать, кластеризовать аудиторию, выявить какой-то сегмент, найти причину падения или, наоборот, причину роста какого-либо показателя, мы также занимаемся качественными исследованиями, дополняем нашу статистику вопросами, карточными сортировками, интервью, юзабилити-тестированиями и многими-многими вещами, которые полезны для того, чтобы развивать сайт или приложение как продукт. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, а сейчас я, наконец, поделюсь небольшим примером задачи, которые мы успешно решаем для наших клиентов, и архитектурой, которую необходимо выстроить для того, чтобы эти задачи успешно решать. Следующий слайд. Глобально вообще всю рекламу можно поделить на два типа, на перформанс-рекламу и на медийную рекламу. Перформанс – это реклама, которая работает на уже сформированный спрос, то есть на тех людей, которые прямо сейчас готовы что-то купить и переходят на сайт с каким-то уже готовым сформированным намерением. Например, такой человек, он может ввести в поисковик «Купить iPhone 12» и увидит так называемую контекстную рекламу «Купить iPhone онлайн» в нашем магазине. Это типичный пример перформанс-рекламы, ее достаточно легко анализировать, потому что между тем, как человек вводит свой поисковой запрос в поисковик, и переходом на сайт, и, собственно, покупкой этого телефона, проходит не так много времени. Как правило, человек сразу кликает по объявлению, сразу переходит на сайт и сразу совершает там какое-то действие. Следующий слайд. Но все достаточно сильно усложняется в случае с медийной или так называемой охватной рекламой. Часто такое бывает, что компании покрывают весь уже существующий на рынке спрос на их продукцию, но при этом все еще хотят расти, развиваться, продавать больше, расти и масштабироваться как бизнес. И в таком случае компании запускают баннерные кампании или какое-нибудь видео на YouTube или масштабную кампанию в социальных сетях, но не на ту аудиторию, которая прямо сейчас заинтересована в покупке, а на значительно более широкую аудиторию, конечно, релевантную, но все же более широкую, которая потенциальна. То есть когда-то в отложенном времени, в перспективе, будет заинтересована в покупке. Такие активности, разумеется, анализировать значительно сложнее. Во-первых, так как между показом и покупкой может пройти достаточно много времени. Во-вторых, пользователь может увидеть несколько показов на разных площадках в разное время. И мы не так очевидно можем для себя понять, собственно, какая именно реклама повлияла на решение пользователя что-то купить. Ну и, разумеется, после того, как человек посмотрит несколько видео на YouTube, всякие баннеры на разных сайтах, он может перейти на сайт и совершить покупку уже совершенно другого, например, перформанс-канала. И это та самая контекстная реклама, которая, как правило, во всех отчетах Google Analytics, она отъедает на себя весь так называемый ROI. То есть все инвестиции, которые конкретная компания вкладывает в рекламу, все они как будто бы выводятся в эффективность от перформанс-канала. На самом деле мы даже интуитивно можем понять, что это не совсем так. Если не рассказывать людям о собственном продукте, то в конце концов спрос будет либо совсем небольшим, либо вообще будет отсутствовать. В этой задаче, то есть в задаче аналитики охватной рекламы, есть очень много сложных моментов, но самое главное из них это, собственно, дата инженерия. Объединение статистики по показам, кликам, действиям на сайте и вне сайта, в детализации по каждому отдельному пользователю. На следующем слайде можно увидеть примерную, упрощенную архитектуру того, как мы это делаем. Информация о рекламных показах объединяется с помощью идентификаторов из cookie-файлов с данными о действиях пользователей на сайте. Таким образом мы можем простроить цепочку, где отдельный человек, отдельный пользователь видел показ рекламы, после чего он кликнул по какому-либо объявлению или вообще просто напрямую зашел на сайт и что-то там сделал. Данные по действиям на сайте, в свою очередь, мы можем сджойнить уже не только с показами, но и с данными из CRM-системы. Например, доклеить к этой цепочке, помимо показов, кликов и действий на сайте, еще какие-то покупки, подписки, регистрации, в зависимости от того, что это за сайт или приложение. В случае, если нам есть чем обогатить эту статистику, то мы можем также по ключу, к примеру, user ID, идентификатор уже зарегистрированного пользователя, обогатить эту статистику какой-то доп. информацией. Например, человек зарегистрировался, ввел свое имя, фамилию, полвозраст, что-то в этом духе, что может нам потом дать дополнительный вклад, дополнительную информацию, какую-то дополнительную пользу, в общем, при дальнейшей аналитике. Эти собранные данные, они собираются с помощью специальных коннекторов. На слайде это Garpoon Fits, EOX BI или Segment Stream. Это три наиболее популярных на рынке инструмента, которые позволяют из самых-самых разных систем с помощью подключения по API складировать данные в хранилище. Данные зачастую преобрабатываются с помощью ETL-инструментария. Здесь на слайде также два наиболее популярных на рынке решения. Мы, например, работаем с сервисами Google Cloud и иногда в особо сложных задачах с Apache Airflow. Ну, после того, как данные получены по API, предобработаны, они складируются в определенные витрины в хранилище, где мы, наконец-то, начинаем их анализировать, приступаем к статистическому анализу и, в конце концов, приходим к каким-то выводам, которые необходимо визуализировать и автоматизировать в виде готовой API-отчетности. Это мы делаем с помощью разных API-систем, с которыми мы уже познакомились на предыдущем слайде. На следующем слайде этой презентации есть небольшой пример с двумя табличками в Google BigQuery. Google BigQuery — это также один из наиболее часто используемых инструментов. Будет круто, если кто-то уже слышал о нем или даже работал, или, если заинтересуетесь, можете задать какой-то конкретный вопрос в чатик, с удовольствием отвечу. В общем говоря, это скриншот из облачного хранилища BigQuery, где мы видим две таблички. Верхняя со статистикой по рекламным показам, нижняя со статистикой по действиям на сайте. И, соответственно, ключ для объединения статистики в детализации по пользователям данной таблицы — это, разумеется, идентификатор пользователя, который здесь слегка выделен. Следующий слайд. После того, как мы собрали и построили витрину из данных, из самых разных систем, выполнили первую достаточно сложную задачу — собрать все это воедино, собственно, появляется другая задача, уже аналитическая. Каким образом из всех этих данных понять то, насколько медийная или охватная реклама вообще повлияла на продажи, которые произошли на нашем сайте или приложении. Один из наших подходов, которые мы используем в работе, это так называемый conversion lift подход. Он был разработан в свое время в рекламном кабинете Facebook и потом очень сильно доработан нами. Заключается он в том, что все пользователи, которые заходили к нам на сайт, разбиваются примерно так же, как и в АБ-тестировании, на две группы. На тестовую группу и на контрольную группу, где тестовые группы — это те люди, которые контактировали с медийной рекламой, а контрольная, соответственно, она контроли. Те люди, которые с медийной рекламой не контактировали. Собственно, что можно делать таким подходом? Можно сравнивать статистическую значимость в различиях определенных показателей этих двух групп. Например, на слайде здесь видно, что коэффициент конверсии пользователей или количество продаж, которые были принесены тестовой группой, то есть теми людьми, на которых мы немного повлияли охватной рекламой, он выше, чем для контрольной. Таким образом, мы можем посчитать и сколько дополнительных конверсий принесла наша медийная реклама. Если конверсии можно каким-то образом перевести в деньги, то мы можем посчитать то, насколько эта медийная реклама окупилась. Если в наших сырых данных есть большое количество дополнительной информации, например, это новый пользователь или вернувшийся, который когда-то был у нас на сайте, это пользователь из Москвы, Петербурга, регионов или из зарубежья, это пользователь, который относится к более горячему или к более холодному сегменту аудитории, из тех, кто покупает часто или из тех, кто покупает мало, ну и огромное количество дополнительной информации. Мы можем разбить пользователей, отсегментировать их по тем признакам, которые есть в наших исходных таблицах и провести конверсион лифт не только для всей оверолла аудитории, но и для каких-то отдельных важных нам сегментов. Ну, предположим, мы банк, который запускает рекламную кампанию РКО только на тех, кто открывает свой малый бизнес. Соответственно, нам очень важно выцепить аудиторию людей, которые похожи на тех, кто открывает малый бизнес, там, сегментов SME так называемых. Ну и, собственно, это один из способов, которым медийная реклама, направленная на такую аудиторию, может оцениваться. Мы сначала передаем всю эту информацию из Google Аналитики, объединяем ее со статистикой по показам, сегментируем отдельно тех пользователей, которые аудитория малого бизнеса и которая вся остальная аудитория, и смотрим, как наша медийная реклама повлияла на тех, на кого нужно, и то, как она повлияла на тех, в общем, на кого влиять не нужно. Например, если человек вообще не собирается открывать малый бизнес, и расчетный счет ему совершенно не нужен, то мы понимаем, что любые деньги, потраченные на рекламу, на эту нерелевантную аудиторию, они идут бизнесу в минус. Поэтому выявить и исключить из рекламной кампании таких людей – это, в общем-то, тоже полезное для бизнеса достижение аналитиков. Ну и на предпоследнем слайде, в следующем пример реализации того, как мы эту отчетность предоставляем конечным клиентам. Здесь вы видите достаточно обширный набор вкладок в Power BI дашборде для одного из наших клиентов, как раз-таки по анализу медийной рекламы. Дашборд разбит на много, на 10 вкладок, и их можно условно разделить по трем группам. Первая группа, которая нужна для краткосрочной оптимизации, чтобы смотреть day-to-day статистику, формировать на ее основе ежедневную отчетность, смотреть основные метрики и оптимизироваться каждый день. Вторая группа – это та группа, где, собственно, происходит расчет конвершен лифта и окупаемости инвестиций в нашу рекламу. И на этих вкладках возможно проводить и краткосрочную, и долгосрочную оптимизацию. И последняя группа вкладок – это, собственно, вкладка, которая нужна специалистам для того, чтобы производить некоторые исследования. Не вручную, через SQL-запросы, там, не в питоне, в ноутбуке, а в интерфейсе нашей биосистемы. Такие вкладки для экспериментов и дополнительных исследований помогают нам посмотреть, как различные срезы откликаются на нашу рекламную кампанию, о том, как различные когорты пользователей взаимодействуют с продуктом, о том, каким образом наша рекламная кампания влияет на разные регионы, и о том, как один продукт влияет на другой. Например, часто бывает, что, не знаю, возьмем какой-нибудь Сибермаркет или Перекресток, или Яндекс.Лавку, которые запустили рекламную кампанию на продажу лимонадов у себя на сайте, но это по какой-то причине повлияло на продажи, допустим, шашлыков, поскольку рекламная кампания отлично попала на промо, которая находится на сайте или в приложении, и, собственно, еще наложилась на сезон, когда все это пользуется спросом. Это, собственно, и есть влияние продуктов на продукты. На этом я очень-очень близок к завершению. Если вам что-то из того, что я говорил, показалось интересным или непонятным, я буду очень сильно рад ответить вам на это прямо сейчас голосом, или чуть позже в переписке в чатике. А на последнем слайде еще раз хочу напомнить, что мы хайрим. У нас довольно много открытых вакансий и по BI-аналитике, и по дата-аналитике. Применение себе могут найти специалисты, которые хотят заниматься оптимизацией рекламы, которые хотят заниматься оптимизацией продукта, которые больше хотят быть аналитиками в бизнесе, или которые хотят быть больше чисто хард-специалистами, и которые работают с кодом, с анализом данных, с математикой и так далее. Всех их вы можете найти, все эти вакансии вы можете найти по QR-коду, который вы видите на слайде, либо написать напрямую мне или Ольге, моей коллеге из чат. Большое спасибо, что появилась возможность здесь выступить и рассказать о том, чем мы занимаемся. Буду рад ответить на вопросы. Леонид, большое спасибо вам. Очень интересная презентация. Уважаемые слушатели, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Можно писать в чат, можно включить микрофон, сказать голосом. И хочу попросить Ольгу Лазину, если возможно, продублировать контакты в чат. Я хочу обратить внимание, уважаемые слушатели, кто подошел попозже, поставьте в чате нолик, если вы совсем еще только пришли познакомиться с этим направлением, единичку, если вы уже начали учиться, и двоечку, если вы уже давно работаете. Также я отправила вам в чат обещанные ссылочки на наши мероприятия по поддержке выпускников. Я вижу, что достаточно много у нас сегодня собралось со всем начинающих специалистов, и, возможно, просто даже каких-то вопросов еще очень сложно задать. Вот, коллеги, а кто написал одиночку? Напишите какой-нибудь вопрос. Вот, Сергей спрашивает, нужна ли детальная обработка больших данных? Постараюсь ответить. В общем, по сути, тот кейс, о котором я сейчас рассказывал, это можно назвать большими данными, просто это термин такой немного неопределенный. Не совсем понимаю, что значит детальная обработка. Сейчас, буквально минуту, и постараюсь ответить на этот вопрос. Сергей, если можно, да, уточните, что вы имели в виду под детальной обработкой? Ну, в общем, пока уточняется. Если под детальной обработкой имеется в виду обогащение данных о каждом конкретном человеке на микроуровне, атомарность, скорее всего, это оно и есть, то да, это предполагается. Собственно, Conversion Lead подход у нас основан на том, что мы по каждому человеку добавляем ему флаг, видел он или не видел он медийку, и потом группируем этих пользователей в две большие контрольные тестовые выборки для того, чтобы сравнивать по ним определенные показатели. Поскольку здесь речь идет о рекламных показах, которых, как правило, там в тысячи раз больше, чем кликов и переходов на сайт, то для достаточно крупного бизнеса, для достаточно крупного сайта, на который заходят миллионы людей в месяц, это означает гигабайты и терабайты информации, которые обрабатываются просто в одном запросе. Это, в частности, одна из причин, по которой мы работаем с облачными БД, потому что они умеют достаточно быстро масштабироваться и переваривать такие объемы в адекватные сроки. Соответственно, на ваш вопрос, если что, пишите. Да, Сергей, поставьте плюсик, если ответ получили. Да, Сергей поставил плюсик. Вопросов больше в чате не вижу. Хочу поблагодарить вас, Леонид, и Ольга за участие, и мы переходим к следующему спикеру. Следующий спикер – компания GoodData. Константин Саранцов. Константин. Да, всем добрый привет, всем привет. Собственно, меня слышно, надеюсь. И только если можно мне экран, я тогда начну шарить презентацию. Да, передала. Так, сейчас, секундочку. Так, видно мой экран, да, сейчас? Да, все видно прекрасно. Да, собственно, коллеги, добрый день. Я директор по продуктам компании GoodData, соответственно, нас как-то так называют. Фактически мы такой Google, да, мы себя позиционируем как вендор и разработчик программных продуктов. И это тот случай, наверное, когда мы сами иногда не очень верим, что в России что-то можно сделать. Но вот мы, в общем-то, стараемся сделать в России как минимум не хуже, а может быть и лучше, чем некоторые зарубежные аналоги. То есть что мы делаем? Мы на самом деле делаем достаточно много историй, связанных с работой с большими данными, связанных с работой с персоналом, с управлением разным родом, скажем, проектами и так далее. Вот. И одно из решений, которое мы сейчас вывели на рынок, фактически в прошлом году, это российская BI-платформа, которая называется у нас Insight. Это платформа, которая является, ну, я думаю, что если здесь собрались там ребята, которые занимаются бизнес-анализом или планируют им заниматься, они знают такие вещи, как Клик, Табло, САП и так далее. То есть вот такие вот зарубежные известные платформы. Вот мы сделали что-то похожее, в каких-то вещах даже лучше. Ну, каких-то, естественно, мы там догоняем. У нас большие планы по его развитию. И такой вот наш там целевой план на ближайшее время. Мы являемся разработчиками. То есть мы фактически те люди, которые, наш коллектив, это такой молодой коллектив, ребят, которые придумывают, каким должен выглядеть продукт, делают разного рода фишки, тестируют это на реальных боевых проектах. И, собственно, делаем мы много-много интересного. Тут на слайде, который я открыл, тут сознательно выведены наши клиенты. Из таких знаковых историй, чтобы вы понимали, мы работаем фактически со всем крупным российским ритейлом. Это и Пятерочка, это и Магнит, это и всем, наверное, известный Рестор, Найки, Лего. Это все наши клиенты. У нас в клиентах Почта России, у нас в клиентах Лукойл, у нас в клиентах Газпром и так далее. То есть у нас очень разнородные клиенты, в том числе и государственные, и коммерческие, и всякие разные. Плюс у нас довольно обширная партнерская сеть. То есть мы не все делаем сами. Мы продаем наш софт и экспертизу, в том числе через консалтинговые компании разного рода. То есть это и Крок, и Софтлайн, и другие компании. И мы являемся технологическим партнером Mail.ru. Соответственно, мы вместе с ними разрабатываем как раз вот эти вот решения. То есть мы являемся разработчиками, они в том числе продают наши решения и так далее. У нас достаточно тесное с ними партнерство. Ну, это вот кратенько, если говорить о компании. У нас очень все динамично, у нас очень все живо. Мы, наверное, немножко сумасшедшие, в том смысле, что замахиваемся на такие вещи, которые, казалось бы, невозможны. Невозможно сделать их маленькой ограниченной командой. Нас всего 200 человек. На мой взгляд, не очень много, но как бы растем. И при этом мы делаем достаточно крутые истории. Офисы у нас в Москве, в Екатеринбурге, в Лондоне. Сейчас так получается, что с учетом удаленки мы распределены по всей стране. То есть у нас ребята работают кто-откуда. Есть ребята, которые сядут в Кашнодаре, где-то на Урале, в Сибири. Кое-кто даже находится за границей. То есть мы вполне себе работаем в таком удаленном условии. Вот. Ну, это такая вводная про нас. Теперь я хотел бы немножко показать, собственно, то, что мы делаем. И то, что мы делаем, соответственно, это наша BI-платформа, которая на самом деле чуть больше, чем BI. Я об этом чуть-чуть дальше расскажу. Это то, что нас отличает от, наверное, известных вам табло, клика и САПа и других подобных систем. То есть это полный цикл от загрузки данных, трансформации данных, преобразования данных, работы с большими массивами. Ну, для понимания, Почта России – это 350 тысяч сотрудников. Пятерочка – это, представьте себе, все чеки, анализ чеков, которые проходят через все магазины Пятерочки. Их там порядка 20 тысяч. То есть огромные массивы данных, которыми мы работаем. Вот. Их нужно там оттрансформировать, их нужно вывести, соответственно, в какую-то аналитику и так далее. Вот. И это в том числе и разного рода предиктивные модели. То есть у нас в компании много достаточно дата-сентистов. У нас собственные решения по прогнозированию. То есть мы, например, для того, чтобы строить аналитику, прогнозируем, а сколько у нас людей, посетителей, придет ту самую Пятерочку, не знаю, в 12 часов дня 3 сентября. И вот мы знаем с точностью до часа, с точностью до 90% угадываем, сколько придет посетителей. Это используется в аналитике, это используется в разного рода аналитических инструментах. Мы очень сильно помешаны на визуализации. То есть у нас инструмент заточен таким образом, что он позволяет сделать какой угодно дизайн. То есть вот сейчас такой термин «датавиз». Соответственно, тот конструктор приложений, который мы разработали, позволяет сделать... Ну вот какая фантазия была у аналитика, да, фактически очень сложная и красивая, и удобная визуализация для любых пользователей. Вот. Но это не только аналитика, это не только BI, это не только классический дашборд, вот как здесь на экране. Это в том числе и приложение. То есть у нас в системе можно с помощью нашего инструмента делать, писать комментарии, давать поручения, контролировать их статус и прочее, прочее. То есть работать с базой данных, работать с API, работать с разными историями. Внутри системы все строится в виде конструктора, то есть все визуально проектируется драг-н-дропом с помощью вот такого инструмента. Он полностью нами разработан, это не какая-то внешняя разработка. Ему достаточно легко и быстро обучиться. То есть у нас приходят ребята, я повторюсь, у нас достаточно много молодых ребят, которые как раз после института. Мы обучаем, буквально через неделю ребята начинают делать очень такие вот крутые вещи, подобно тому, как настроены на экране, там, параметрическая модель, которая с помощью там ползунга пересчитывает, а что будет, если, да, и там под этим питоновская модель. Вот, мы работаем с разными приложениями. Это могут быть и десктоп истории, это могут быть огромные так называемые ситуационные центры. Ситуационные центры – это, представьте, огромный экран. На этот огромный экран сидит высокие, так скажем, руководители, да, и система выводит информацию. И она выводится в такой интерактивной форме. Это все анимировано, это все может кликать, это можно проваливаться, дергалом и так далее. И вот все это проектируется с помощью нашей системы. Здесь наиболее яркий, наверное, интересным для вас возможным примером будет такая структура, как Коэрационный центр правительства Российской Федерации. Вот, это наш флагманский клиент. Это фактически аналитика для всех уровней федеральной власти, да, там, по разным родам инцидентам, которые сейчас в России происходят, ну, то есть по разным родам тематикам, по уже ковиду, по загруженности клиник, по обеспеченности лекарствам и так далее, и так далее. То есть очень много тем, которыми ребята занимаются, ребята наши бизнес-аналитики. И это инструмент, которым сейчас пользуются, ну, практически огромное количество людей в разных регионах страны, на уровне правительства, на уровне разных федеральных органов. Это крутой проект, и кто с нам придет, он, собственно, имеет все шансы поучаствовать в такой истории. Вот, это могут быть разного рода медиапанели подобные вот таким вот вещам, да. Вот видите, здесь такой вот домик хитрый, да, это прямо из реального проекта. Он показывает, какие дома у нас в Москве сейчас строятся. Вот желтенькие, беленькие, да, это там реально, реально как бы структура текущего архитектурного замысла наших городостроителей. Вот такие штуки для топ-менеджеров. Все это проектируется в виде приложения. Вот тут, видите, прямо комментарии выводятся. То есть люди могут прямо в процессе работы увидеть какую-то проблему, подсветить ее, отправить, соответственно, комментарии, дать поручения и прочее. Вот такие истории создаются на базе нашей платформы. Это такие цифровые профили. Сейчас очень модная история с личными кабинетами, с профилями сотрудника, с профилями человека. Ну, вот вы, наверное, знаете, там социальные сети типа LinkedIn и так далее. То есть у нас внутри наших приложений можно создавать и управлять такими историями. То есть сам сотрудник может, например, сказать, что у меня вот есть какие-то навыки, как в CatHunter, да, заявить эти навыки. Мы можем вывести аналитическую справку по, соответственно, для руководителя о том, как выглядит его команда. И это те самые директора магазинов в рознице, которые, собственно, работают с такими инструментами, нам подсказывают, на что конкретному сотруднику нужно обратить внимание, как он там провалил свой показатель. Это вот всякие линейные сети, карты и прочее, прочее. Ну, то есть вы видите, визуально это абсолютно разные истории. Но тут я хотел немножко больше сказать. То есть то, что мы делаем и то, что нас отличает от западных финдоров, и там, где нам действительно не стыдно, мы гордимся этим, да, то есть мы создали, по сути, больше, чем BI, мы создали такой очень мощный конструктор. Сейчас, как говорят, low-code конструктор. Это очень модная сейчас технология, которая позволяет делать не просто BI, не просто дашборд, не просто какую-то аналитику, но и прям полноценное приложение. И на базе этой платформы можно разрабатывать вот сколько угодно сложно. Это пример реальных интерфейсов нами разработанных приложений. Вот тут слева, видите, она прям как социальная сеть оформлена, как всем известный, ну, не TikTok, но как бы Facebook, наверное, да. Здесь есть лента, здесь есть сторис по сотрудникам, туда публикуются события и так далее. Все это сконструируется с применением того же самого нашего конструктора, да, с помощью которого ребята там драгон-дропом настраивают, подключают и так данным. Здесь же тут же и аналитические какие-то инсайты, какие-то продиктивные модели отрабатывают. И вот так выглядят примеры наших приложений. Вот это вот пример по системе управления проектом, который мы разрабатываем, контролирующий загрузку персонала, календарь, загрузки и так далее. Вот, внутри, под капотом полностью либо наши разработки, либо open source, которые мы там тщательно отбирали и склеивали. Технологически это наиболее такие сейчас востребованные технологии, то есть это и озеро данных внизу, и то, что называется Hadoop и NoSQL, вот, это так называемый Data Lake, ну, то есть то, что, собственно, озеро данных, да, и технологии Delta Lake, которые сейчас приходят на смену, да, и такое развитие, такую современную реинкарнацию, работы с данными. Вот, это все мы поддерживаем. Поэтому у нас внутри достаточно мощные инструменты по трансформации данных. Это и Apache Airflow, это и Apache Wi-Fi, вещи, которые, на мой взгляд, современные аналитики должны уметь работать, и поддержка Python. То есть, опять же, все сейчас очень любят этот язык программирования. Мы прям очень хорошо с ним дружим, и у нас есть много задач, в том числе на Python. Есть истории про Data Science, о них я рассказывал. У нас есть собственные алгоритмы по прогнозированию данных, по распознаванию лиц и так далее в наших приложениях мы используем. Вот, и, собственно, ну, наверное, это я пропущу. И то, что касается фронтовой истории, здесь, как я сказал, мы очень активно работаем с визуализацией данных. Это расширяемая модель, там JavaScript, там HTML, там CSS. Ну, в общем, это все, что сейчас такое трендовое, очень востребовое на рынке. Это, собственно, опять же немножко про нас, да, чтобы так было понятно. Мы очень быстро растем, то есть мы растем практически там три раза каждый год, год к году, и там планируем, соответственно, на следующий год, вот нас немножко пандемия подкосила, активизировать нашу работу по выходу за рубеж. Соответственно, выйдем мы через наш лондонский офис, соответственно, за пределы Российской Федерации в том числе. Вот, собственно, немножечко, наверное, я здесь закруглюсь, расскажу о том, кого мы ищем, наверное, да, то есть ищем мы сразу несколько направлений, то есть мы ищем дата-инженеров. Дата-инженеры – это ребята, которые работают с пайплаймами данных, которые работают с загрузкой, которые умеют писать SQL, которые разбираются в довольно сложных историях трансформации данных, которые могут интегрироваться, не знаю, с хадупами, с какими-то сложными системами у заказчиков. Вот, это такие вот ребята-дата-инженеры. Вторая история, которую мы ищем, это ребята, которые занимаются датавизом, то есть те, кто настраивает вот эти все красивые визуализации, которые я сейчас показывал, которые я сознательно делал много упора. И это, ну, это прям отдельная категория. Здесь, соответственно, нам нужно знание HTML, нам нужно знание CSS, нам нужно, ну, желательно умение работать с какими-то биоинструментами, потому что если у нас, условно, человек работал с тобой или с кликом, он очень легко начнет работать у нас, потому что мы где-то во многом похожи. Вот. И еще отдельная история – это бизнес-аналитики, да, то есть для нас это ребята, которые могут поговорить, встретиться с заказчиком, могут понять специфику того, что заказчик просит, а просить они могут совершенно разные вещи, то есть я говорю, мы работаем в совершенно разных векторах, то есть это может быть история, связанная с персоналом, это может быть история, связанная с каким-нибудь ковидом, это может быть история, связанная с вывозом мусора в городе Москве и чего-чего только у нас не бывает. У нас абсолютно разные истории. Вот. Потому что действительно много-много компаний, которые к нам приходят, заказывают у нас услуги. Вот. И, соответственно, бизнес-аналитик – это человек, который может погрузиться в предметную область, придумать, как это правильно сделать, поговорить с заказчиком, найти какие-то инсайты в данных, покопаться и как-то очень красиво, правильно донести это заказчику. Благо инструмент у нас не позволяет. Вот. Соответственно, точки роста мы обеспечиваем достаточно быстро. То есть ребята, которые к нам приходят, ну, во-первых, первое, они действительно получают доступ к таким наиболее востребованным трендовым технологиям. Мы их очень быстро там даем. И второе, у нас внутри компании, вот эти лифты внутри, они достаточно хорошо выстроены. Бизнес-аналитики у нас вырастают в продуктов. Продакты – это те ребята, которые, собственно, занимаются развитием продуктов, питчем и так далее. Ребята, которые занимаются дата-инжинирингом, растут, соответственно, тоже в архитекторов по работе с данными. И это прям отдельная ниша. Как вы понимаете, там высоконаруженные системы, кластера и прочее-прочее – это вот про них. Мы ищем разработчиков, мы ищем фронт-энд, бэкэнт-разработчиков. Соответственно, тут тоже мы открыты к разговору, к диалогу. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Буду рад, наверное, ответить на вопросы. Если будет желание, в принципе, могу показать демо какое-то прям живое, помимо презентажки. Ну, то есть, в общем, мы открыты. Константин, спасибо, уважаемые слушатели. Можно задать вопросы, я вижу, уже первый. Константин, очень понравилось, что вы рассказывали. Я на днях закончила дипломную программу по бизнес-анализу, готов отправить резюме. Ну, с удовольствием, контакты мы сбросим в чат. Если там не успели сводкать, мы обязательно пришлем в чат и готовы побеседовать. Коллеги, я также отправила вакансии в чат, которые размещены у нас на сайте компании GoodData. Так что, пожалуйста, можете сейчас их использовать. Там есть контакты. Есть ли вопросы по кейсу? Может быть, интересно, что-то вас заинтересовало? Пожалуйста, спрашивайте. Да, вам тогда сейчас... Ага, вот я вижу от Натали вопрос. Есть ли возрастные ограничения по вакансии? Например, есть ли 40 плюс? Да, ограничений никаких нет. Здесь вопрос опыта, желания и драйва. Вот я скажу так. У нас компания имеет такую прям определенную культуру. Мы очень инновационные. То есть мы реально не просто так называемся, там, GoodData, потому что мы действительно имели какой-то там линк на Google. То есть в голове мы думаем, что мы стараемся быть очень инновационными. И мы приветствуем ребят, которые горят в глаза. То есть тут очень важна вот эта вот история. То есть мы не про то, что прийти и делать что-то стандартное, там, изо дня в день у нас действительно постоянно какие-то новые прикольные задачи. И поэтому здесь возраст совершенно не важен. На мой взгляд, важно, чтобы работало, работало что-то... Ну, как бы горели глаза, и было интересно. Вот, и поэтому мы готовы со всеми. Да, могу прямо сейчас показать, если мне дадут вернуть экран, я прямо... Да, секундочку, возвращаю. Открыто какие-то вещи. Ну, я так очень обзорно покажу. Вот так, нету шеи, нету ни кнопки вообще. Передала. Вот, сейчас есть. Сейчас есть. Ну, смотрите, то есть как бы абсолютно разные могут настроены быть истории, да, то есть могут выглядеть они каким-то вот таким вот образом, да, и, например, вот там визуализация, это работа с розничной сетью, анализ обращений, которые поступают на колл-центр, и, соответственно, каким образом там разбираются эти обращения. Ну, здесь они сознательно там немножко захайлины, потому что клиентские данные, мы там все можем показывать. Вот, это в том числе анализ внешних соцсетей. Напишите, пожалуйста, в чат, да, у меня тоже картинка зависла, и почему-то на трансляции. Давайте сейчас попробую вас... Работает? А сейчас работает? Пока нет, секунду. Я сейчас попробую вас забрать в презентацию и снова вернуть. Может быть, подключение будет по-лучшему. Давайте еще раз. Так, а сейчас? Да, сейчас видно. Вот, ну, то есть я покажу просто разные примеры, да, как это вообще выглядит. Вот, например, приложение, которое там собирает информацию по разного рода обращениям на колл-центр и откликам, которые приходят по работе магазинов. Соответственно, вот в данном случае настроена система, да, она собирает обращения, они здесь классифицируются по статусам, по срокам решения и так далее. Это история, которая собирает отклики с внешних сайтов, то есть, например, это всякие Google, Яндекс и так далее. Мы оттуда парсим, разбираем на теги, говорим, какие у нас позитивные и негативные, и, соответственно, можем, да, очень быстро разложить, для того чтобы директор магазина или супервайзер мог проанализировать, что, собственно, у него происходит. Вот, ну, и вот видите, то есть аналитические различия по-разному это выглядит. Вот, а с точки зрения визуализации мы здесь, например, можем провалиться, посмотреть анкету, которую оставил там конкретно покупатель в магазине, на том, что тут, пожалуйста, все это собирается в виде конструктора. Это история, которая позволяет настраивать, сейчас я покажу, дашборды, которые выглядят, например, то, что я показывал в режиме презентации, да, ой, нет, сейчас не туда зашел, в режиме презентации, да, где, ну, вот вы видели, да, там модель управления, работы с цветом директоров, да, с какой-то логистической историей. Соответственно, здесь, вот, собственно, как раз здесь хорошо видно интерфейс этого конструктора, да, то есть конструктор, в котором работает редактор, да, редактор человек, он фактически такой визуальный, здесь можно выделять конкретный виджет и там управлять его настройками, то есть что он выводит, какие цвета он выводит и так далее. Здесь есть возможность на любую таблицу, которую мы, собственно, настраиваем, подключаться к источникам данных, и вот эти датасеты, которые мы видим, да, то есть я могу выбрать какие-то запросы, например, у меня есть там база данных, я могу подключиться к базе данных на лету, это прям большие данные лежат под этим, то есть данные по продажам, по магазинам, да, настроить какие-то формулы, метрики, измерения, ну, то есть как в любом классическом BI, если вы действительно видели BI-инструменты, а на выходе формируются, ну, вот такие вот разного рода панельки, которые я показывал, ну, то есть вот, например, как выглядит итоговая панель, которую я сейчас настраивал, да, то есть я могу провалиться, например, провалиться в подвижной состав, здесь у меня работают фильтры, я могу выделить какой-то кион, провалиться в полувагон, и здесь у меня вот коллеги откомментировали, в чем связаны там права по этому показателю, какой-то причинно-следственная связь. Фактически, вот если вы видите, да, у нас уклон на такую очень, помимо того, что мы делаем сложные там модели данных, мы очень завязаны на визуализацию, на красоту этой визуализации. Вот этого рода, рода, сейчас где-то у меня здесь были открыты, может быть и карты, да, где можно там перемещаться в пространстве во времени, да, то есть между объектами. Это может быть вот такой интерфейс, который я показывал по работе вводу с данными, да, то есть это, ну, если, знаете, такие все-бочные системы типа Trello, где ставятся задачи-поручения, мы можем контролировать. Это тоже наша платформа, да, через которую создаются вот такие вот вещи. Вот, и здесь можно создавать, вводить какие-то показатели. Сейчас немножко поддомаживает у меня загрузка сегодня. Вот, соответственно, здесь видите, то есть я могу прям вводить какие-то показатели, я ввожу показатель, повысить качество какого-то KPI на там 25%. И это, соответственно, какой-то дать. И это уже как бы больше, чем просто аналитика, это прям полноценное лод-приложение. То есть создание этого лод-приложения, оно делается тоже с помощью этой же платформы. Ну, вот, собственно, такие вот. Константин, у нас есть пару вопросов в чате. Первый. Как вы продаете свой BI через сеть партнеров или сами? И второй вопрос. Есть ли на мировом рынке ваши конкуренты? Очень хороший вопрос. Смотрите, мы сейчас продаем пока только в России. То есть это, ну, первая такая история, потому что мы действительно там сфокусируем. Есть тут огромный рынок в России, и мы там планируем большую долю этого рынка занятий. Продаем мы и сами, и через партнеров. Ключевая модель такая, что мы вендор. То есть мы в основном сфокусированы либо на очень крупных проектах, которые для нас, ребята, знакомы. Ну, то есть там, где мы, собственно, формируем имидж на компании. А в основном, конечно же, это партнеры. И, соответственно, мы обучаем, готовим партнеров, даем им инструкции, даем им обучение и так далее, и они уже этот софт дальше несут по рынку. Вот. Это первое. С точки зрения глобальных конкурентов здесь сложно, потому что, ну, понятно, есть клик-табло саб, да, то есть такие вот базы Power BI, да, забыл. Все время они, да. Это истории, с которыми мы однозначно очень сильно перекликаемся, ну, с точки зрения визуала, да, вот, понятно, что вот это же примерно можно сделать, так, по Power BI в клике. Но мы идем немножко дальше, потому что у нас очень гибкий инструмент с точки зрения именно, как бы, визуализации. Мы здесь не зажаты каким, как бы, сеткой, сложностью и так далее. У нас, по сути, ну, вот есть такие вот веб-платформы, типа Tilda, WordPress и так далее. То есть на базе этой истории можно сделать, какой-то веб-сайт прям разработать, который будет проданным. И вот таких аналогов я не знаю. Вот, поэтому это первое. И второе у нас возможность именно разработки приложений, да, вот это уже полноценное приложение. То есть здесь, видите, работает система, где можно отсылать какие-то статусы и так далее. Это такой Mix BI с low-code платформой. Вот про это я тоже ничего не знаю на рынке, поэтому я думаю, что у нас здесь. Как раз вопрос задает Никита. Можно ли собрать приложения для мобильных устройств или ваша платформа только для компьютера? Нет, у нас приложение в том числе и для мобилы такое. Все то же самое, что все красиво, ездит, бегает, анимировано, и можно делать вот такие же штуки прямо на мобильных устройствах. Ну, просто ввиду времени не успею показать, но, в общем, выглядит примерно так же все. У вас в списке клиентов был указан МТС. Можете сказать, показать, какая была для них задача решена? Так, коллеги, это, наверное, у нас последний вопрос. Сейчас я покажу, сейчас я покажу, да. Мне тут нужно пару секунд, потому что мне нужно подключить телефон. Сейчас, секундочку. Если есть еще вопрос, можете задать, потому что я пока быстренько еще проводочек. Я вам покажу, что мы делаем. МТС это будет немножко смешно, наверное, и странно, но я думаю, что это стоит, чтобы вы увидели. У нас внутри есть твоя студия. Мы не только занимаемся же BBI, у нас, как я говорил, достаточно много продуктов. И, соответственно, так, на секундочку я отключу доступ, чтобы я мог телефон подключить. Так, я сейчас не шею, да, Экона? Нет, нет. Сейчас прям буквально секунду я вам покажу, и поймете, что... Давайте пока Константин подключается, я займу буквально минутку и сделаю такую рекламную паузу, чтобы Константин в спокойном порядке все организовал. Хочу вам напомнить, да, что в нашем учебном центре есть курсы не только по бизнес-аналитике, но также и курсы по SQL, курсы по Excel. Практически по каждому из направлений у нас есть дипломные комплексные программы, и их огромное множество, так что я вам скину вот эти вот замечательные путеводители, для которых, может быть, облегчит вам выбор и облегчит вам ориентировку. И также наши менеджеры всегда на связи и готовы вам подсказать. Для всех, кто сегодня записался на дебинар, действует скидка на комплексные и дипломные программы по BI и анализу данных. Я вам также все ссылки сейчас в чате размещу. Константин, вы как? Готовы? Сейчас, секунду. Так. Пока опять мы видим... Смотрите, там. Так, все видим. Да, да, все хорошо. Смотрите. Ну, во-первых, вот про мобильное устройство. Сейчас я покажу. Ну, как это выглядит на мобильном устройстве. То есть на мобильном устройстве это прям полноценное приложение, в которых есть вот та самая там... Ну, то есть поскольку мы чуть больше, чем BI, видите, у нас есть там, по сути, элементы соцсети с разными родами постов и так далее. Это прям мобильное приложение, в котором можно постить там разные события и так далее. И это в том числе мобильная аналитика, которая может выглядеть вот таким вот образом. То есть, видите, вот здесь вот там я могу какие-то показатели, я могу в них проваливаться. То есть у меня вот выводятся такие рейтинги, динамики, переключатели, год, квартал, там все что угодно. Вот. И это все собирается не через, как бы, это не хардкод, это именно конструктор. Вот такая штука, например, какие-то BI-показатели. Или, например, вот мы вытаскиваем продавцу о том, что он должен делать, например, пройти там столько-то тест-драйвов для того, чтобы начать хорошо работать. И, соответственно, он говорит, я в деле, и мы начинаем трекать процесс выполнения его задачи. Это такое уже BI на стероидах, да, то есть здесь аналитика, работающая на потоковых данных, которая позволяет там управлять в том числе мотивацией сотрудников. Если переходить к МТС, то МТС выглядеть будет вообще сейчас немножко нестандартно. МТС выглядит вот так. Вот. То есть это то решение, которое мы, собственно, там внедряли для сотрудников. Ребята молодые, ребята, в общем-то, я думаю, в вашем поколении, да, все, и они не очень понимают все эти барчарты, лайнчарты. Для них проще визуализировать их задачи в виде вот таких вот процессов. То есть они прилетают таргеты, продашь телефон, заработаешь монетки. Обучишься, получишь, соответственно, рубинчики. И вот, собственно, ребята получают это. Это у нас наша шина данных обрабатывает поток информации, входящий из хранилища. И через пять минут после того, как ты там по лестнице поднимаешь, ты, бам, ты заработал монетку. Ты сегодня не опоздал. Вот. И дальше у них есть персонаж. Ну, такой вот смешной. Сейчас я его переодену. Вот приличный вид. Вот такому персонажу они прокачивают, развивают ему броню там, покупают ему, в общем, всякие штуки, зарабатывают бейджи. Вот. И система это все делает автоматически сама. То есть, наверное, кидает. И лучший новичок в стране. Пуф, он прилетает на бейдж. Вот. И они прокачивают людей. У них тут есть прям сценарий. Тут будет для того, что можно найти пинателя змей в пятом офисе и вызвать его на дуэль и сразиться с ним. И это тоже аналитика на самом деле, потому что сейчас она система сравнила по комбинации показателей и показала мне, что я лучший, чем пинатель змей. Я сейчас часть монеточек заработал. Вот. А потом я эти монетки пойду и потрачу. Ну, понятно, что в магазине могу купить себе оружие, а могу в кафетерии льгот купить себе курс английского. Вот такая штука. Очень оригинальное решение. Это тоже аналитика на самом деле, ребят. То есть, как бы не... Это просто другой ракурс, другое видение, да, того, как это может выглядеть. Тоже наш платформ. Так. Еще я вижу вопрос в чате. Просьба написать ваш сайт, чтобы ознакомиться поподробнее с компанией. Да. Ну, пришлем обязательно. Также вот Александр спрашивает, какое базовое нужно образование получить, чтобы стать бизнес-аналитиком или дата-инженером? Ну, дата-инженер, смотрите, дата-инженер мы смотрим на ребят, которые знают SQL, знают Python, знают какие-то истории такие вот. Ну, в базе нам нужен SQL, нам нужен Python. Ну, так если прям коротко. Там есть описание вакансий, в принципе, мы дадим. Ну, вот, коротко, если так, да, то есть ребята-инженеры, которые к нам приходят, это вот стандартный багажник, к которому можно прийти. Классно, если что-то делали до этого. Есть какие-то проекты на GitHub'е, на чем-то таком. Вот, соответственно, это прям суперкруто. Есть ребята, которые, конечно, готовы к портфолио. Вот, бизнес-аналитики – это немножко другой профиль. Это ребята, которые больше сфокусированы на анализ данных, на какие-то вещи. То есть у них есть такой бизнесовый немножко подход. Они не про трансформацию данных, они про визуализацию тех самых данных. Ребята, которые делают дата-виз, у нас, ну, это HTML, CSS, как я уже говорил, в принципе, базовый набор навыков. Не знаю, если в Photoshop'е умеют работать, это вообще круто, потому что это очень все похоже. Вот, наверное, как-то так. Это, в принципе, достаточно. Константин, я вас благодарю. Спасибо вам, особенно, за этот показ приложения. Я думаю, что с ним можно выступать и, наверное, в каких-то наших мероприятиях для HR'ов. Как мотивировать сотрудников нового поколения? Это именно и дело, потому что у нас много HR-продуктов. То есть мы на базе этой всей штуки, мы не только PR делаем, мы делаем как раз HR-приложение. Я просто сегодня специально на них не фокусировался, но вот это как раз про это. Отдельно с вами поговорим про это, может быть, организуем такое для наших HR'ов. Спасибо вам огромное. Переходим к следующему спикеру. Константин напишет чуть позже в чат еще информацию. Ну, вот я вначале отправляла три вакансии от компании GoodDatom. Сейчас я хочу пригласить следующего спикера. Петр Иванов, компания Первый Бит. Петр. Меня слышно? Да, вас слышно. Сейчас я открою вашу презентацию. Одну секундочку. Презентация на экране. Можно начинать. Давайте в следующий слайд сразу. Большое спасибо и здравствуйте к 17-18-8-ми людям, которые дождались моего выступления. В этот душно-московский вечер. Вы, может, на московский, я не знаю, где вы там находитесь. Может, у вас там сейчас совсем все хорошо. Я презентацию подготовил немножко в другом ключе. Я не буду вам продавать продукт какой-то. Я хочу сказать большое спасибо предыдущему докладчику. Во-первых, это было очень интересно. То есть российских продуктов по аналитике на рынке очень мало. Вот я знаю еще там один, может быть, два. Нет, я знаю точно два. Полиматика и... Еще один. Вот. Они активно развиваются. То, что там предыдущий товарищ показывал, то, что у них приложение для МТС написано на юните. Я считаю, что это очень круто. То есть BI на юните я даже не знал, что так можно написать, но они смогли. Вот. Это прям это... Это прям здорово. Так. Я представляю компанию Первый бит. Первый бит – компания это крупнейший интегратор на рынке 1С. Мы в основном сосредоточены на учетных системах на базе 1С. Это зарплаты и кадры. Это предприятия. Это всякие специализированные решения для медицины, для финансов, для строительства, для ЖКХ. ЖКХ сейчас активно там внедряет систему. Я имею в виду там люди, которые, допустим, мусором занимают. Вот. Медицинская парня, как я уже сказал. И это все гораздо шире, чем 1С. Это уже распространяется дальше. То есть мы берем промышленные предприятия. Это всякие умные датчики, которые интегрированы от 1С. Мы берем складки решений, то есть терминалы сборных данных, которые тоже интегрированы. Мы можем сами написать любое приложение с нуля. У нас есть такие ресурсы. И так далее, и так далее, и так далее. То есть с нами сотрудничают более 200 тысяч компаний только в этом году. Вот у нас огромная клиентская база. В частности, у нас есть несколько подразделений, которые занимаются аналитикой. Как внутренняя аналитика, я занимаюсь внутренней аналитикой, так и делают аналитику для клиентов на базе клиентов, на базе решений класса RPA. RPA – это робот процесс автоматизейшн. Это роботы, которые выполняют работу людей, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Основной степь у нас сейчас это SPL, Microsoft, ESC, Flixense. Мы являемся партнерами Flixense. У нас есть практика по Power BI и некоторые наработки по бесплатным еще BI-системам от Apache и так далее. Вот. Ну, там. и все сопутствует. То есть, питон, павел, шилл, там, графа, на кое-где и так далее. Можно следующее. Вот. Я же вам хотел рассказать, как начинающим аналитикам, что вообще происходит под капотом, какие задачи примерно встают там, ну, ежедневно перед... дать какое-то представление о том, чем реально приходится заниматься. Вот. Кейс у нас это расчет текучки сотрудников. Да? То есть, почему мы ищем в первую очередь думающих людей, которые принимают, могут принимать решения, обосновываться и так далее. Давайте дальше. Да, то есть, все у нас срабытью для этого кипятят простые водные от бизнеса. Количество вольных делено на количество сотрудников. В общем, статистику, эмоциональность тут учить не надо. Нужно одно поделить на другое. Ну, казалось бы, что может тут вообще быть сложно. Давайте дальше. Вот. Сразу остановиться технических моментов, которые предстоит преодолеть. То есть, мы сейчас видим перед тобой реальную табличку из реальной системы, где каждый сотрудник там по каждому дню написано работал, не работал, был он в отпуске и так далее. Там есть куча всяких айдишников, которые вставают на другие таблицы. Поля не в одинессе, не в сафе, нигде. они по-человечески не называются. То есть, такой вот портянкой букв и цифр вы, скорее всего, будете сталкиваться в любой системе, с которой вы работаете. То есть, для этого вам нужно хорошо знать SQL, любой, любой диалект. То есть, от Oracle диалекта отличается от Майерской или от Майерской, да, но, в принципе, если ты не умеешь писать на одном, ты напишешь на другом. был бы желание. Но вот со всяких технические штуки, которые здесь дальше нужны будут, я на них не буду остановиться, потому что в основных курсах научно-специалисты как там select делать и так далее. Вот. И поэтому здесь я не буду остановиться, в технических моментах. Давайте дальше. Вот. Давайте сразу подводный камень, да, вообще не очевидно, кто такие сотрудники, да, то есть есть официально устроенные, есть работающие по совместительству, есть люди, которые работают под договором группы Хауна, есть люди, которые сейчас не работают, они находятся в длительном отпуске, там, и так далее, и так далее, и так далее. Есть, если множество юридических лиц, то какие-то могут включаться, какие-то не могут включаться, и важно тут что, чтобы меры, которые у вас наверху, то есть уволенные, и количество, они считались из одной категории, да, то есть, если там они будут браться там из разных корзин, или корзины будут между собой не совпадать, то как я это будет сразу получше. Вот. Или, например, там, ну, просто как пример, там, люди в декретном отпуске, они могут находиться там на трех лет, да, с уходом и там уже даже текущий там начальник офиса или подразделения может не подозревать об их существовании, поэтому их обычно не учитывают, значит, но они могут увольняться с другой стороны, да, то есть этот момент вам нужно будет укратно отговаривать, и здесь у вас возникает там первая переговора с заказчиком по поводу того, что вообще мы считаем, здесь, давайте дальше. Оля, вот второй момент, это момент увольнения, да, вот у нас есть простая там табличка, там, период, он записан, да, это 2 марта, 21 год, у нас 3 сотрудника и один из них уволился, какая будет текучка за это день, дальше, вот, текучка будет у нас 3%, да, потому что день увольнения в последний день рабочий для сотрудника, вот, об этом многие, даже заказчики не подозревают, вот, аналитик об этом должен знать и заказчику в этом моменте подсказать, особенно если заказчик там стяготеет увольнением допустим, в конце месяца, да, это очень важно, что в конце месяца, мы же ему уволили, почему он еще считает, потому что, дайте дальше, вот, дальше, большой подводный камень, это количество за период, да, когда за один день понятно, да, но когда у нас какой-то длительный период, да, у нас возникает вилка, решение, и в зависимости от вилки решения, наш показатель может быть совершенно разным, да, то есть здесь уволено 3 человека, мы можем это легко посчитать, это единственная твердая цифра, да, ну, соответственно, цифры, твердые, все остальное просто будет количество не твердое, то есть работал на начало периода у нас 2 человека, наконец 3 человека, всего у нас работал 5 человек, а в среднем каждый день у нас работал 2,670, вот, и текучка в зависимости от этого там будет отличаться там почти в 2 раза, да, и вот какой же здесь у нас правильно ответ, да, кстати, по поводу SQL, сейчас немножко надо забежим, вот эти все меры, то есть сколько здесь уволено, сколько работал на начало периода, сколько работал на конец периода, всего, вот все вот это вы должны нативно считать в SQL вот прям на зубок, да, то есть без проблем вот просто встал, написал сразу запрос, вот это просто масса, да, то есть здесь мы уже разговариваем на другом уровне, то есть не как вот формулу писать, да, о чем вообще считать, давайте дальше, да, это я уже сказал, вот, давайте дальше, и правильно ответы тут нет, да, то есть вам тут нужны предстоят переговоры заказчикам, да, то есть дальше, обычно это выглядит так, да, заказчик аналитик, то есть каждый из них любит знает, как это правильно делать, или не знает, как это правильно делать, да, то есть если заказчик знает, как правильно делайте, как говорит заказчик, и никаких проблем не вот, если он не знает, как правильно, то его нужно убеждать, То есть не диктовать ему вот это вот так вот, а его нужно убеждать, чтобы он это принял. И под этим подписался обязательно. Если вы не знаете, как правильно, и заказчик не знает, как правильно, то есть здесь нужно и ждать заказчика, он там у себя пойдет подсвещается, и искать решение самому. Потому что, давайте следующий слайд, на самом деле все гораздо сложнее. То есть всегда есть выбор, то есть заказчик может быть все равно, его это не беспокоит, или он считает, что это не его работа. Хуже, когда аналитику все равно, да, то есть ему вообще наплевать, он такой пассивный ждет. Вот таких ситуаций, конечно, лучше не допускать, но так бывает. Вот. И тогда добавляются следующие опции, да, то есть если мы не знаем, заказчику все равно, надо искать решение. Вот. Если нам все равно, а заказчик не знает, как правильно, ну, как бы, персонально вас, вы свою позицию очень компрометируете здесь. Вот. А если вам все равно, ну, скорее всего, проект не взлетит. Давайте дальше. Вот. Это все дальше начинает, конечно, развиваться, эмигрировать, то есть, нет, предыдущий слайд, да, то есть, когда мы ищем решение, да, рано или поздно мы находим решение, и вот если заказчику все равно можно просто сделать, посчитать цифру отдать, да, и дальше уже диспетировать по поводу цифры, а не по поводу того, чего не сделано. Вот. Или заказчик вдруг просыпается, и он понимает, как ему надо, и значит, тогда мы делаем, как считают, заказчик. Ну, как бы, все можно, если всем наплевать, то все может негативить в плохую сторону, скажем так. Давайте дальше. Вот. Следующая проблема у нас может быть легко конфликт. В зависимости от того, какой способ расчета мы выберем, да, в данном случае мы считаем по концу периода, да, сотрудников там, и у нас получается, что сотрудник А, вот он перешел в середину периода из отдела продаж в коммерческом, а потом ему там что-то не понравилось все-таки, и он уволил. Вот. И у нас выходит такая табличка в ДИА, там, да, что на конец февраля у нас было два сотрудника, остался один, текучка ноль. И, а у второго отдела получается, что у него сколько было, сколько осталось, тем более там все его сотрудники довольны, которые работают. Вот. Но, тем не менее, текучка вдруг у него там подскочила, там, достаточно просто до пяти дней, да, в зависимости от того, как там считать. Вот. И что получается у нас там, да, к тебе приходит глава коммерческого отдела, говорит, что твоя метрика плохая, да, особенно если вы там еще за это метрик там наказывали, да. Вот ты вот это вот посчитал, я этого человека там знать не видел там и так далее, там, да, начинается конфликт, да. То есть это в глазах там сотрудников, в глазах заказчика или части заказчика можно будет несправедливым. С другой стороны, если ты там сделаешь наоборот, то тебе придет уже другой отдел, и в его глазах там будет несправедливым что-то. Можно следующее твое. Вот. И здесь вам предстоит работать с людьми, которые не согласны с Китаяем, которые считают, что они считаются неверными, которые будут пускать экскьюзы какие-то оправдания, да, по-русски. Вот. И все равно вот эти вот человеческие факторы лучше разруливать, да. Поэтому важно, чтобы у вас был твердый заказчик, который твердо подписывается под принятыми решениями, да. И когда можно всегда сказать, что ну вот мы так договорились, там, извини, и вот ничего личного, вот оно просто так посчитало. Вот. Но вот такие ситуации будут. Они не относятся ни к SQL, ни к аналитике и так далее. Это работа с негативом. От того, что вы делаете. Лишь хороших решений может вообще не быть. В частности, там, самый жесткий вариант, который может быть в карьере, да, это когда вы налажали в формуле, никто этого не заметил, она проработала там месяц или два в подакшене и кого-то за это уволили. А потом вы обнаруживаете ошибку и выясняется, что все на самом деле было не так. Вот. И с этим тоже придется жить. И поэтому, когда вы какие-то вещи там делаете, всегда помните, что за этим там дальше есть процессы, есть живые люди, кого-то могут наказать. И поэтому такие моменты нужно очень тщательно продумывать и тестировать. И вообще, если все оборачивается не очень, то тоже с этим надо работать. Вот. Давайте дальше. Ну, подводный камень опять, обязательно деление на ноль, да. Да, когда у нас все ушли, и если мы будем там считать по концу периода количество, да, то у нас будет ноль. Вот. И еще у нас может не быть просто записи в таблице фактов. То есть, вам нужно как-то сюда 7 марта там вытащить, там еще придумать, как, да, в SQL-е и подумать, как поделить на ноль. И первое вы еще сможете сделать, то второе, ну, вообще-то совсем никак. Давайте дальше. Может, конечно, считать поначалу, там, да, но в начале периода у вас тоже может быть ноль. И там тоже можно поделить на ноль легко, там, да, то есть мы выбрали один, выбрали второй, там он не работает. Вот. И он не работает чисто физически, потому что делить на ноль нельзя. И тоже с этим придется что-то делать, принимать какие-то решения, там, по поводу того, что мы показываем. Давайте дальше. Можно, конечно, сказать, что давайте нам 1С все посчитает, а вот есть программисты в 1С, там, или в САПИ, или где угодно, в учетной системе, там, еще что-то. Они нам отдадут количество уволено, они и отдадут количество сотрудников, вы просто заперевывают одно подделим на другое, там, и все. Может, следующий слайд. Вот, ну, и просто перекладывая эти же вопросы в решении на другой уровень, да, то есть решать будет кто-то другой, думать будет кто-то другой, все это собирать. С одной стороны, это прекрасно, потому что ответственность, как бы, уже не ваша. С другой стороны, кто больше думает и решает, тут больше получает денег. Да, если вы просто делите одно на другое, там, да, то денег за это вам заплатят мало. Вот, давайте дальше. Ну, и такой еще вопрос там, да, я, в принципе, не буду считать текущих сотрудников, зачем вообще все это. Вот, очень простой ответ на следующий слайд. Вот. Кейс номер два, да, то есть оборачивал заплату, да, это количество проданного в количество на вкладыш. Вот. И, в принципе, это уже не сотрудники, это товары на вкладе. На самом деле, если приглядеться, то это все, что же самое, только в профиль, да, у нас уже не люди, а товары, они там на вкладе, опять есть период, опять есть. Количество проданного мы знаем точно, количество мы знаем не точно. Это же самая задача будет повторять, 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 повторять по мере того, как вы будете погружаться там в... в разные области своей организации. Например, оборачиваться на счет организации, да, оборачивать кредиторские задолженности и так далее. Это все об одном и том же, да, то есть вы просто наработаете практику на одной задаче, а потом сможете ее решать на другой задаче. Вот, все. Так, да, на основе все? Да, что тут может пойти не так? Вот, задавайте вопросы, если есть, давайте, вернее, я так, я расскажу, что мы ищем. Вот, и перейдем к вопросам. Значит, мы ищем широкий спектр и аналитиков, и биоспециалистов, там, биоаналитиков, как они там называются. Да, мы ищем от 100 всем джунов, мы готовы взять человека с нулем, научить его, научить его сами. То есть я видел, как человек там за две недели пишет уже самостоятельный дашборд на клик-вью. Вот, это не значит, что он готов после этого работать самостоятельно, но он после этого готов работать, получать деньги. Вот, если у вас хороший, богатый опыт, и вы готовы работать, мы тоже рассматриваем предложение. Мы найдем для вас адекватное решение по деньгам, по условиям и так далее. Вот. Ключевое, ключевое, что мы ищем, способность логически обсуждать, которая в некотором роде называется способность спрограммировать, способность думать самостоятельно, способность принимать решения и быть вдумчивым и понимающим, понимающим человеком в первую очередь. Потому что, ну, как я уже сказал, SQL-у можно научиться на курсах специалиста ну, за полгода, да. BI-у можно научиться, там, за полгода. А дальше практика, практика и практика, да. То, что будет на курсах, то, что будет в практике, это там совершенно разные вещи, да. Там, на практике будут, там, немножко длинноватые данные, или еще что-то будет и так далее, да. А на курсах у вас будет все чистенько и приятненько. Вот, но именно технической части можно научиться достаточно быстро, и там, за полгода, за год обрести новую профессию, если вы будете достаточно упорно. Вот. А берите способность думать, понимать и вообще, как бы, понимать, что происходит, здесь гораздо сложнее. Таких курсов я, по крайней мере, не знаю. Вот. Еще. Да, еще мы ищем, еще мы ищем финансовых аналитиков. Они уже будут работать не обязательно с геосистемой, возможно, с 1С. Вот. Но именно аналитиков, которые понимают финансы. что такое выручка, что такое прибыль, как они там считаются, какие, что такое амортизация, как она там влияет и так далее, как это правильно посчитать, как правильно разнести затраты по периодам, там, что-то авартировать, сбросать затраты главной компании, дочки, там, и так далее. Вот таких людей нам тоже очень и очень не хватает. Вот. Давайте перейдем к вопросам. Да, Оль? Да, у нас есть несколько вопросов. Вопрос от Алексея. Когда вы говорили про ответственность разработчика за свою аналитику, то получается, что его, может быть, никто не проверяет. Как должно быть, чтобы избежать проявления нечаянных или специальных ошибок в аналитике? Не, ну, так не получается, что его, может быть, никто не проверяет. Да, то есть, это всегда проверяется, да. Но проверка происходит, во-первых, против чего-то. Да, то есть, вам нужно помнить две цифры. И на момент проверки они могут совпадать. Потом у вас что-то в данных поменялось, и они могут разъехать. Классический случай, это когда вы там обычно в учетной системе в прошлый период закрытый, в прошлом нельзя ничего менять. Но иногда мы видим примеры, это не в одной компании происходит, во многих компаниях происходит, когда задним числом что-то поменяли. а у вас уже ETL уехал. ETL не может обновляться там на пять лет назад. Он обновляется всегда на какое-то время назад. Вот. И у вас данные разошлись с учетной системы. Вот такой вот может быть. Да, или может быть какой-то редкий случай, который вы просто не отловили на этапе тестирования. Вот. Или есть то, что тестировать сложно. Да, то есть, если тестировать человек, то, ну, сколько он может глазами цифр охватить, да, и осознать там, да, и он тоже может ошибить сейчас. Ну, ошибки, ошибки будут. Вопрос в том, что эти ошибки должны лежать в каком-то проценте от реальности. Да, этот процесс вы должны обговорить, обговорить заказчику. Да, если у вас по BI-системе, с учетной системой вклад не сходится там на две штуки, а там лежит сто тысяч, ну, всем будет на это наплевать, на самом деле. Там будет какая-то вот ошибка, там, да, ну, две штуки, ну, и ладно, всем будет вплевать, честно. Вот, никто не будет их искать. Это очень дорого. Вот. А если там он будет расходиться на тысячу, это уже заметно. Здесь нужно копаться. То есть здесь должна быть какая-то, какой-то трейдинг между тем, что мы выверяем все в ноль или не в ноль. Вот. Спасибо. У нас еще есть вопрос. Вот, Сергей, что такое сэмплирование? Сэмплирование – это сэмпл, это выборка фактически. Это, у нас есть какой-то мешок из шариков, вы оттуда эти шарики набираете по какому-то принципу. Вот. Ну, просто какое-то подмножество выбираете из общего количества. Алексей на предыдущий вопрос написал, если в математике все будет работать, но при анализе будет некорректный и выводы будут неправильными. Ну, смотрите, на выводы мы влиять не можем. Вот. Вы просто не можем, да? Вот. Два человека посмотрят на один экран и будут разные выводы. Потому что у них будет разный контекст. Вот. просто они будут видеть совершенно разное, да? У кого-то был опыт, у кого-то не будет опыт. Да? Удаленно... Так, вам не отвечу по позе. Вот. То есть, в чем важность математики, да? математика должна быть верная относительно того, что написано в документации, да? Документация написана, это считается так. Мы на вход подаем системе такие-то данные, они должны посчитаться верными. Вот так должна работать математика. Вот. Остальное во многом зависит в том числе от заказчика. У вас может быть прекрасная ИТЛ, безошибочная, прекрасная BI-система, красивые дашборды, но если их никто не открыл, все получилось зря. Если открыли, если открыли, но не увидели, опять все было зря. Если открыли, увидели, но поленились делать, это тоже опять было зря. Вот. И вот этот гэп человеческий, да, когда вам тоже с этим придется сталкиваться, когда у вас все работает прекрасно, но люди этим не пользуются. Вот. И такое часто бывает, да, когда заказчик просто попросил вас сделать вещь, которая там никому не была нужна. вот. И такое не в нашей компании, там, в дружественной компании пришел тоже заказчик, по-моему, типа Роснефти там, или еще что-то. И они три месяца автоматизировали какой-то отчет в Excel, который тяжелый, там, собирался несколькими людьми целую неделю и потом оставался на почте. Вот. И когда они пришли к конечному получателю, какие-то вопросы уточнить, и сказали там, а вот в этом большом Excel может вам не все там нужно, что-то вы не пользуетесь. Он сказал, в каком Excel? Они такие, ну, ну, вот вам каждую неделю приходят на почту, а это, я это не смотрю вообще. И большие ресурсы были потрачены зря. Вот. А так у них все прекрасно работало гораздо быстрее. Просто это тоже лежит немножко за пределами Excel и сетевого прочего. Это бизнес-процесс. Это реально. Вот. Так что выводы, выводы делают заказчик, за него думать можно, можно ему что-то подсказывать, но все равно решение принимать ему. и более того, если вы делаете для логистики какой-нибудь, там, какой-то Dashboard, который будет показывать, что логистика работает плохо, вот тут наступает уже такой момент, когда заказчик видит, что цифры, которые получаются, могут ему навредить. Вот там выводы, они должны быть очень такие, осторожные, из-за того, что мы все наблюдаем. Вот я бы так сказал. Давайте следующий вопрос. А есть ли у вас удаленные вакансии финансовых аналитиков? Да, у нас мы готовы рассматривать удаленно финансовых аналитиков. Вот, компания во многом в последнее время перестроилась из-за пандемии, из-за ковида, мы рассматриваем полностью удаленные сотрудники, я полностью удаленную работаю, моя команда тоже полностью удаленно работает. В этом есть свои там особенности, но удаленно работать можно. Вот. То есть если человек действительно стоящий, мы найдем способ его оформить и запустить в работу. Коллеги, нам пора завершаться с вами. Предлагаю, если есть последний вопрос, то задать его Петру. Пока больше вопросов не вижу, Петр, если можно, какие-то контакты, по которым можно с вами связаться, может быть, почту или телеграмму, ставьте, пожалуйста, в чате. я хочу, пока Петр пишет контакты, я также хочу поблагодарить компанию Smart Data Lab, с которой мы совместно организовали для вас данное мероприятие. у компании Smart Data Lab есть прекрасный телеграмм-канал, в котором очень много вакансий для разработчиков, аналитиков, BI-аналитиков. я оставляла и оставила его вам в чате. Очень вам рекомендую подписаться, переходить и там отслеживать вакансии. А можно к вам вопрос тоже? Да? А вот у вас были курсы хорошие, там работал Смородов преподавал. Да, есть такие курсы. Преподает? Конечно, у нас есть такие курсы и скоро у нас будет как раз День открытых дверей по одному из этих курсов. Ну, в общем, если сумеете попасть на курс Мородова, то, что надо. Это отличный преподаватель, он отлично рассказывает правильные вещи, там, серверы и так далее. У меня есть записи, я не буду говорить откуда, но это очень качественно преподавать. И все-таки несмотря на всякие курсы, там, есть степики, там, и все остальное, там, то, как вам преподаватель объяснит вот вживую, какие-то там есть тоже подводные камни, там, как-то реально делать, вам только человек расскажет. Спасибо за вашу рекомендацию, действительно, это преподаватель, которым мы гордимся очень высокого класса. Я вас приглашаю в пользу случаем на День Открытых Дверей, который у нас по этому направлению как раз планируется специалист по Data Science 19 июля. Ссылочку на регистрацию можно будет найти на нашем сайте в разделе новости. Приходите. Итак, нам пора завершать наше сегодняшнее мероприятие. хочу поблагодарить всех слушателей, что вы присоединились, что были онлайн, были активны, задавали вопросы, без вас не получилось бы так интересно. Также приглашаю вас всех к нам в учебный центр развиваться, повышать свою квалификацию и мы готовы вам содействовать в вашем продвижении к вашей карьерной цели. Спасибо большое, Петр, спасибо всем предыдущим коллегам компании Гудата, Реал Веоп агентства. Александр Царев, к сожалению, сегодня в дороге и не смог к нам присоединиться, но в следующем месяце мы планируем повторить данное мероприятие. Приходите, будет интересно, будут еще новые кейсы от компании. Спасибо.